МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снова пошло не так. Российская ракета-носитель «Протон-М» с мощным спутником связи «Экспресс» на борту рухнула на старте из-за отказа двигателей. Впрочем, это, увы, не первая досадная попытка вывести на орбиту дорогостоящие спутники. Предыдущий позорный запуск «Протона», закончившийся падением ракеты в 2,5 километрах от стартовой площадки, произошел на Байконуре в начале июля прошлого года. Та авария принесла ущерб в размере более сотни миллионов долларов экономике России и непоправимый вред экологии Казахстана. Ведь при падении ракеты более 600 тонн ядовитого гептилового топлива развелось по земле. В инженерных решениях не предусмотрено 100% истечение топлива. Даже ничтожные количества, которые есть не самого, может, гептила, но его производных, чрезвычайно токсичны. Если человек капнет чистым гептилом на ладонь, он может получить смертельное отравление. По предварительной информации, космическая трагедия минувшей ночи ущерб Казахстану не нанесла. Обломки ракеты-носителя, скорее всего, угодили в Алтай или в Китай. Материальный ущерб оценивается экспертами почти в четверть миллиарда долларов. Специальная комиссия уже начала расследование причин катастрофы. Отголоски празднования Дня Победы над фашистской Германией породили массу споров вокруг патриотического символа георгиевской ленточки. В Украине на государственном уровне черно-золотая лента перестала считаться символом победы. Ее заменили западным аналогом – цветком красного мака. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев, традиционно носивший в Дни Победы георгиевскую ленточку, в этом году поздравил ветеранов без символичного атрибута на костюме. А в Белоруссии и вовсе отказ от георгиевских ленточек прошел на официальном уровне. Вместо них на празднование Дня Победы граждане республики вышли с красно-зелеными лентами по цвета государственного флага. Борьба символов на постсоветском пространстве явно приобретает национальный характер, что значительно осложняет отношения между государствами. Однако не стоит забывать, что День Победы – всенародный праздник каждого жителя бывшей советской державы. Вы увидели кадры будущего художественного фильма о героях-памфиловцев, память о которых чтят и в Казахстане, и в России. Легендарная дивизия, собранная из казахов, кыргызов, узбеков, таджиков и русских, громила вражеские войска на подступах к Москве. Фильм «28 памфиловцев» создается без поддержки государственных фондов, на средства простых людей. Это яркий пример тому, что нужно гордиться, помнить и чтить общенациональную победу, а не пускаться в жаркие дебаты о том, какая ленточка должна ее символизировать. От праздников к казахстанским будням. Здесь все привычно, абсурдно и эфемерно. Чиновники по своему служебному долгу и, конечно, всей душой, ратуют за улучшение качества жизни народа. А на деле выходит очередной скандал. Вот, например, министр труда и социальной защиты Республики Тамара Дуйсенова решила озвучить новые изменения в пенсионной реформе до ее премьеры. Суть проекта – увеличение базовой пенсии для тех, кто уже, будучи пенсионером, после 1998 года продолжал работать. Чем больше стаж работы, тем выше пенсия. Казалось бы, прелесть, но вот незадача. Максимальная надбавка при этом не превысит 10 тысяч тенге. Пенсионеров министр труда скорее разозлила, чем обрадовала. Сейчас 33, будем 43 получать. Вот мало, а до 60 хотя бы забавили. Мы все так думали, что, ну, кто мы честно заработали, ну, хотя бы нам 60, ну, должны были дать. Между тем, международные резервы Казахстана растут. За период с января по май 2014 года с 95 миллиардов долларов они выросли до 102, сообщило информационное агентство «Новости Казахстан». При этом валовые золотовалютные резервы Нацбанка подросли до 28,5 миллиардов, а активы Нацфонда за этот же период увеличились до 73,5 миллиардов долларов. Однако впечатляющие суммы никоим образом не сказываются на жизни казахстанцев. Данные, определяющие черту бедности, не обновлялись уже 12 лет и по-прежнему составляют нищенские 8 тысяч тенге. Это не деньги. Казахстанская власть продолжает монопольную деятельность. Так, в первом чтении депутаты Мажелиса утвердили закон о профсоюзах, который готовился почти три года. Суть реформы в том, что отныне все локальные профсоюзные организации будут подчиняться одной единственной – республиканской. А это – чистой воды монополия. Когда существует один профсоюз, это не профсоюз. Монополия, она уже себя показала. Поэтому в профсоюзной среде должно быть достаточно профсоюзов, которые, да, пусть борются за своих членов, но они должны существовать, и не должно быть единый профсоюзный центр. Это вообще ужас какой-то. Помимо нового закона о профсоюзах, в первом чтении одобрен проект Уголовного кодекса, который ужесточает наказание лидеров общественных объединений, коими являются в том числе и независимые профсоюзы. Что называется, мажоресмены, как всегда, думают о будничном и насущном. К повседневному опыту можно отнести и преследование семей оппозиционных политиков. Речь о жене и маленьком сыне заключенного Владимира Козлова, у которых в суде отняли единственную однокомнатную квартиру, в одночасье сделав мать и ребенка бомжами. Суд прошел 11 мая. В лучших традициях казахстанской Фемиды судьбу семьи политзаключенного решили меньше, чем за полчаса. Суд прошел буквально в таком быстром темпе. Суд прошел в течение 10 минут. Судебные исполнители выдали свое возражение и выступили, что они, естественно, против снятия ареста и требуют немедленной конфискации. Выступила прокурор, госпожа Кжирова-Дарига. Кстати, она выступала по иску прокуратуры к партии ОЛГА и требовала ее ликвидации. От суровой казахстанской реальности перенесемся в не менее горькую повседневность Украины. Там женщины-матери устроили шествие по многострадальному Майдану. Украинки обратились к российским матерям, чтобы вместе не допустить войны, в которой будут гибнуть их дети. Обращаюсь к вам, дорогие российские сестры-матери, с призывом воспользоваться вашей силой и материнским правом остановить войну страшную, жестокую, бессмысленную. Войну между народами-родственниками, в которой уже есть первые горькие смерти. Матери, давайте вместе скажем, стоп в войне и сохраним жизнь наших детей. Пусть вместо похорон в наших семьях будут свадьбы и рождение детей. О позитивном. За лучший пиар миллион тенге. Беспрецедентную суперакцию в Казахстане закатила главная партия страны Нуратан. Сорвать огромный куш сможет любой казахстанец, который ярко, красочно и емко сможет рассказать о бесчисленных заслугах пропрезидентской политической организации. Хвалить партийные дела Ельбасы Назарбаева разрешено в виде статьи или очерка, в форматах интервью, социального расследования, радио или телепередачи. За примерами далеко ходить не надо. Приоритетными программами Нуратана является борьба с коррупцией, обеспечение жизни, прав и свобод граждан и, конечно, грандиозные планы на будущее, выраженные в новой стратегии «Казахстан-2050». Примеры написания хвалебной статей о партии и дело Нуратане на каждом билборде. Пара ярко-сочных фраз от себя и «Ты потенциальный призер». И напоследок о культуре. Казахстанский режиссер, драматург и общественный деятель, чье имя известно не только в театральной среде, Балат Атабаев на днях отметил свое 62-летие. Известность Атабаев приобрел и в политических кругах. Режиссер не стеснялся критиковать власть и самого Нурсултана Назарбаева. А Карда же, как известно, критику не терпит, потому Атабаев сначала оказался за решеткой, а затем на чужбине. Сегодня Балат Атабаев находится в Германии, где в 2012 году получил медаль Гёта за сослуги в развитии отношений между театрами Казахстана и Германии. Свои поздравления народному режиссеру адресуют казахстанские правозащитники. Баке, Казахстан вас приветствует. Мы ждем вас живым, невредимым. В этот праздничный день хочу пожелать, конечно, Балату Атабаеву крепкого здоровья и успеха на творческом поприще. Я хочу сказать, знаете, в Казахстане очень много талантливых политиков и государственных деятелей, но, к сожалению, катастрофически не хватает талантливых режиссеров. Именно таким знали его у нас в Казахстане. И я хочу сказать, вот к слову, знаете, что иногда язык искусства гораздо более эффективнее содействует переменам в обществе, чем политические лозунги, митинги, призывы. Наша редакция присоединяется к поздравлениям. Мы искренне желаем творческих успехов Балату Атабаеву и надеемся, что когда-нибудь он сможет вернуться на родину и ставить свои спектакли на казахстанских подмостках. У меня на этом все. Хороших выходных. Увидимся.